всем привет с вами Артем сегодня у нас третья серия нашего сериала xeon e5 2620v3 и сегодня в качестве его оппонента выступает процессор xeon e5 2640 это уже немного производительный процессор предыдущих оппонентов 2620v1 v2 что в свою очередь наглядно покажет насколько сократится разрыв с 2620v3 в данном сравнении сравнивать результаты будем как в играх так и в программных бенчмарках e5 2620v3 работает у нас на частоте максимального турбобуста то есть 3 и 2 гигагерца а e5 2640 работает на частоте 2 и 8 гигагерц при загрузке на все ядра процессоры оба шести ядерные 12 поточные первый это haswell второй sandy bridge техпроцесс 22 на 32 нанометра теплопакет 85 на 95 ватт 2620v3 работает с памятью ddr4 на частоте 1866 мегагерц а e5 2640 с памятью ddr3 также на частоте 1866 мегагерц оба комплекта работают в четырехканальном режиме настройки в играх будут максимально возможны разрешение 720p результаты на диаграммах это результаты чистого прогонного бенчмарка fps без захвата и оверлея возможно погрешность видео в тесте будет третий экран со стоковым вариантом e5 2620 v3 перед началом теста пару объявлений рекомендую присоединиться к нашему форуму в этом сообществе мы помогаем друг другу решить проблемы по компьютеру при сборке процессе эксплуатации также обсуждаем общие вопросы по теме игры программное обеспечение и многое другое у вас будет свой личный кабинет есть возможность добавлять друзей есть личный чат есть общий чат по форуму из последнего добавил ветку по продаже комплектующих по регионам заходите не стесняйтесь тут вам всегда рады ссылка на ресурс в подсказках и описании а второй момент это хотели бы увидеть сравнение 2620 v3 с райзеном 5400 если такое желание есть то давайте наберем 500 лайков под этим видео до следующей серии где у нас будет участвовать е5 2630 v2 это примерно около пяти дней наберем и я сразу пойму что такое сравнение вам интересно и приобрету данный процессор начинаем по старинке с тени лары средняя частота кадров по марку 96 на 72 2620 v3 конечно впереди да и теперь по температурам не 10 градусов разница около 3 в любом случае 2640 выступил неплохо даже в таком трудном для процессора месте как рынок гт5 средняя частота кадров 69 на 51 сразу бросается в глаза то что температуры почти одинаковые в последнем эпизоде с машиной видно что разбег по кадрам у 2640 имеет более широкий диапазон тогда когда у 2620 v3 более сжатый разброс в целом предпосылок сказать что преимущества катастрофические нет но все же отрицать выше производительность 2620 v3 также не стоит хитмэн 2 средняя частота кадров 81 на 63 в целом тендеринге тенденция 20 кадров потихоньку намечается к процессорам претензий нет все относительно выше производительность высший результат в пабге у нас средняя частота кадров 137 на 131 что не так убедительно как в других проектах самое интересное что в начале тестового отрезка 2623 показывает серьезные показатели но к середине потихоньку сдувается я в свое время даже грешил на программу benchmark fps но нет результаты каждого прохода в районе погрешности по большому счету результаты в обоих случаях очень хорошие с учетом стоимости конкретно процессор на 2620 v3 сейчас как никогда вкусная цена если все процессоры подорожали этот скинул 3 стоимости дота 2 средняя частота кадра 150 на 126 тут уже есть соответствие разрешение у нас тут full hd видеокарта это позволило умеется ассорт с этим проектовом скорости отреки на 145 в поисковом карте directly в различные скинулся и придет в помещении по составляющим неизвестимым жильям и подробнее можно найти 思�장 предмещение текст на 4-м в скинешком speed и подробнее деньги для скинешков банка уже не 일단ized К 2620v3 тут претензий нет, хотя я не скажу, что ему тут прям комфортно, но тем не менее, никаких пробуксовок в 100% нет. По 2640 хочется отметить, что это уже не 2620v2 и ему тут все-таки немного проще. В целом можно сказать, что не сломлен. Присутствуют небольшие колебания в графике времени кадров, но тут это не удивляет. В танках бенчмарк Encore RT версия 02, средняя частота кадров 272 на 244, по данному проекту все неплохо. Обитель Зла 2. Средняя частота кадров 136 на 100. В данном проекте 2620v3 всегда показывает достаточно серьезный отрыв по сравнению со своими предшественниками, но по крайней мере оппоненты вышли на отметку 100 кадров. До этого только 80 кадров покорялись 2620v1v2. Бенчмарк CSGO разрешение 1080p, средняя частота кадров 311 на 208 с просадками в дымовых завесах до 80 кадров. Отрыв, конечно, сократился, но все равно достаточно серьезный. Продолжение следует... И последний на сегодня проект это бенчмарк Stalker Zoo Припяти, результат которого мы посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. Конечно, Xeon E5 2640 сократил дистанцию, но все равно пока она есть, и это в среднем около 20 кадров. Так потихоньку можно в дальнейшем и подобрать альтернативу. Также, если интересует сравнение 2620v3 с R5 1400, вы знаете, что нужно сделать, это набрать на этом ролике 500 лайков к следующему видео, где у нас будет участвовать E5 2630v2. Также не забываем заглянуть на наш форум, если сейчас нет вопросов, то когда появится, вы знаете, куда заглянуть. Если у вас будут ответы на некоторые вопросы участников форума, если есть возможность, то помогите товарищу. Думаю, на этом стоит потихоньку подходить к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, пальцем вверх, комментарием, подпиской. С вами был Артем, не болеем, всем добра.